Одним из вариантов покупки подержанного автомобиля является его покупка через автосалон. Автосалонов в последнее время появилось множество и, к сожалению, не все из них оказываются чисты на руку. В этом видео мы расскажем о том, по каким признакам можно вычислить автосалон-мошенник. Первое, что должно вас насторожить, но этот признак не обязательно является признаком 100% мошеннического салона, это отсутствие реальных автомобилей. То есть по телефону все в порядке, когда вы приезжаете на место, машина не оказывается. Действительно, такая ситуация может иметь место быть. Например, автомобиль могли банально купить до вас, если между вашим звонком и визитом прошло достаточно времени. Иногда на это хватает и нескольких часов, если модель действительно спросовая. Признак номер два, это сильно заниженные цены на сайте или в объявлениях. Если, например, в среднем по рынку модель, которую вы смотрите, стоит миллион, миллион двести тысяч, а вам ее предлагают за 650, какими бы ни были аргументы в пользу такой цены, скорее всего, по приезду машины вы там не обнаружите. И тут мы переходим к третьему пункту. Те модели, которые вам будут предлагаться, будут значительно дороже той стоимости, на которую вы изначально рассчитывали. Плюс вам запросто могут отказать в продаже автомобиля за наличный расчет, сказав, что машина продается только в кредит. Насторожить вас также должна и цена, если при продаже за наличку и в кредит она очень сильно отличается в пользу кредитных предложений. Такое действительно может быть, но не на 200-400 тысяч рублей, особенно на автомобилях со стоимостью около единицы. Кстати, о кредитах. Внимательно читайте кредитный договор, особенно обращайте внимание на размер платежа. Если менеджер салона говорит вам о том, что через несколько месяцев платеж у вас якобы окажется ниже, чем тот, который вы сочли слишком большим, не верьте, платеж по кредиту будет одинаковым на протяжении его срока. Кстати, если дело дошло до одобрения кредита и до оформления, обязательно посмотрите платеж. Сообщить его вам должны сразу. И не стоит рассчитывать на то, что изначально большие цифры вдруг резко сократятся через 2-3 месяца, как это может обещать вам менеджер автосалона. Такого не бывает. Платеж по кредиту будет фиксированным на всем протяжении срока. Ежемесячный платеж по кредиту может сокращаться только в результате досрочного гашения. И никакими иными способами. Зачастую, если речь идет про автосалоны нечистые на руку, человек не может посмотреть выбранный автомобиль до момента начала оформления. Если вы столкнулись с таким, помните, что порядочный автосалон в обязательном порядке предоставит вам возможность всесторонне изучить машину перед покупкой, в том числе с предоставлением необходимого диагностического оборудования, подъемника, сканера, толщиномера. А также даст возможность ознакомиться с инспекционным отчетом и отчетами по базам данных, которые позволят вам определить, имело ли место ДТП в истории автомобиля, были ли расчеты ремонтных работ и не скручен ли пробег. Как правило, всесторонний осмотр машины должен все же предшествовать моменту, когда вы начинаете оформлять документы. Обязательно сверяйте ВИН-номер автомобиля на самой машине и указанной в документах. Кроме того, на каждый автомобиль должна иметься техническая инспекция, по которой можно судить об актуальном состоянии машины. Если на вопрос о том, что с этим автомобилем, менеджер разводит руками и говорит «я не знаю», то, скорее всего, ничего хорошего после такой покупки вас не ждет. Помните, что при оформлении автомобиля салон, который продает вам машину, обязательно должен являться стороной сделки в договоре купли-продажи, как юридическое лицо. И крайне желательно, чтобы название на вывеске организации соответствовало ее юридическому названию в документах. В противном случае есть шанс нарваться на фирму-однодневку, с которой впоследствии вряд ли удастся что-то спросить. Ну, а если вам предлагают купить автомобиль у организации, но при этом оформить договор напрямую с собственником, бегите оттуда. Ну, а варианты покупки автомобиля через автосалон с оформлением прямого договора на собственника машины, тем более в его отсутствии, вообще неприемлем. Помните о том, что все так или иначе задействованные в судьбе автомобиля люди должны фигурировать в ПТСе. Подведем итог. Вам стоит насторожиться, если вы видите подозрительно низкую цену на машину, которая слишком ниже рынка. Второе. Этого автомобиля не оказывается в наличии. Третье. То, что есть, можно купить только в кредит. Либо цена за наличку и в кредит различается очень сильно. Вам не дают ознакомиться с автомобилем, до покупки не предоставляют по нему никакой информации. А также, если вам обещают снижение большого платежа по кредиту через пару месяцев.